Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии директор Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга Министерства охраны природы Республики Саха и Якутия Лена Волкова. Лена Семеновна, здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашей студии. Сегодня хотелось бы поговорить о ракетах, которые были запущены с космодрома Восточный. В последние дни какая работа шла, как велись поисковые работы и главный вопрос, который волнует жителей, наверное, не только Россия, а в первую очередь в нашей Республике, был ли обнаружен гептил? Добрый день! С 2014 года Министерство охраны природы проводит работы по подготовке к пускам с космодрома Восточный. В 2014 году с привлечением научных учреждений Республики были проведены большие работы по оценке фонового состояния качества природных сред в Вилюйском и Алданском районе. То есть мы зафиксировали те риперные точки, те фоновые показатели, относительно которых на сегодня мы можем проводить сравнение, насколько у нас изменяются параметры окружающей среды. В рамках пуска, который произошел, был произведен 28 ноября, была проведена предварительная работа, то есть были проведены предпусковые обследования территории. На территории Алданского района, район падения 983 и Вилюйском районе, это район падения отделяющихся частей ракет-носителей, 985, определено 10 мониторинговых площадок. По 10 площадок на каждом районе падения. И в 2016 году, в 2014 году и, соответственно, в этом году по этим мониторинговым площадкам был произведен отбор проб. Сейчас мы отбирали снег. То есть перед пуском в рамках предпускового обследования было отобрано пробы снега в Вилюйске и в Алдане. После пуска ракеты также была проведена работа и по району падения 983 и 985. По тем же мониторинговым площадкам также был отобран снеговой покров. И в Алданском районе под обнаруженными фрагментами и рядом с ними также было проведено снеговое опробование. Ну, насколько отличались вот эти пробы, которые были произведены до, получается, запуска и после запуска? То, что был вот этот вот второй пуск, который был проведен 28 ноября, мы говорим о том, что пуск прошел успешно. Никаких нештатных ситуаций мы не наблюдали. Под этими фрагментами совершенно незначительное увеличение содержания нефтепродуктов. Если до пуска у нас содержание нефтепродуктов в снеге варьировалось в пределах 0,009 и 0,16 миллиграмма на дециметр на литр воды, то после пуска эта цифра у нас увеличилась буквально на 0,004, то есть в пределах 0,23 миллиграмма. Это совершенно незначительные колебания и, скорее всего, возможно, оно даже обусловлено тем, что вот облет вертолетного транспорта, то, что приземлялся вертолет, да, то есть напрямую связывать с тем, вообще я глубоко сомневаюсь, что когда фрагмент ракеты падает, обгорает, да, входит вот в верхние слои атмосферы, какие-то следы нефтепродуктов на этих фрагментах могут оставаться. Ну, вопрос все-таки с ракетным топливом. Обнаружены ли были следы? Стоит ли бояться жителям нашей республики? Бояться совершенно не стоит. В прошлом году все пробы, которые отбирались во время первого пуска, это пробы воды, снега, почвы. Мы отправляли в Московский государственный университет, в Центр химико-аналитических исследований имени Шпигуна. Этот центр работает плотно с Роскосмосом. На тот момент наша лаборатория была не аккредитована на проведение этих исследований. В этом же году, в рамках Года экологии, наша Центральная лаборатория Республиканской системы экологического мониторинга оснащена супероборудованием. Это высокотехнологичный комплекс высокоэффективной жидкостной хроматографии Эджелент 1260. И на сегодня мы уже прошли аккредитацию. Эти показатели внесены в область аккредитации нашей Центральной лаборатории. Все пробы были исследованы на содержании несимметричного диметилгидрозина, гептил, и его производных НДМА и гидрозина. Ни в одной пробе этих компонентов не было обнаружено. Все ниже предела обнаружения методики. Поэтому опасения жителей республики мы можем развеять. Ракетного топлива гептил в пробах природных сред мы не выявляем. Но когда будут найдены последние части, отделившиеся от ракеты, после них обязательно, наверняка, еще будут какие-то пробы произведены? Конечно. Пробы отбираются под самим фрагментом, отбираются фроновые пробы вокруг фрагмента. Определяется большая перечень показателей в этих пробах. То есть мы смотрим содержание солевых компонентов, биогенные компоненты, микроэлементы, металлы определяем, бензопирен. Ну вот, как вы говорили, компоненты ракетного топлива. То есть производится всесторонний анализ и малейшие изменения, которые могут произойти, они фиксируются. В прошлом году, скажем, после того, как были совершены вот эти многочисленные вертолетные облеты, проводилась же аэрофотосъемка, мы фиксировали незначительное увеличение в Велическом районе в снеговом покрове содержания сульфатов. Это все абсолютно объяснимо. Это вот то, что работала вертолетная техника активно. И то, что мы эти следовые значения фиксируем, говорит о качестве проводимых исследований. Ну а после, предположим, год пройдет, тоже будут какие-то исследования проводиться. То есть, опять же, пробы какие-то будут браться. Перед каждым пуском, после каждого пуска будут проводиться мероприятия экологического мониторинга. Вот этот лабораторный контроль, который на сегодня налажен, он в действии, он будет постоянным. Лена Семеновна, ну в целом радиационный фон в Велическом районе, какой он, повышен или нет? Нет, он совершенно нет. Есть такое мнение у жителей, по крайней мере, наверное, в большей степени этого района, что там как раз повышена онкологическая заболеваемость. Радиоэкологические исследования проводились как в рамках фонового мониторинга. На каждой мониторинговой площадке, когда отбираются пробы, проводятся замеры экспозиционной дозы гамма-излучения. Никаких изменений, повышений, да, вот этого фона ни в Алданском районе, ни в Велическом, связанного с пусками ракет-носителей или просто повышенных каких-то показателей за эти три года мы не фиксировали. Все на уровне среднереспубликанских значений, это где-то 11-10 микроэнген в час. Ну вот в Велическом районе, вот как известно, все-таки остальные оставшиеся части, да, делившиеся, они не были найдены. То есть с чем это связано? В принципе, насколько известно, опять же, радары вроде бы как их зафиксировали, и работа пока приостановлена или нет по поиску их? Наши специалисты проводили, вот участвовали, да, специалисты нашей Нью-Рубинской лаборатории, крайний раз это было 5-6 числа. Действительно, радары зафиксировали один крупный фрагмент и четыре фрагмента поменьше. Была посадка в предполагаемом месте, да, порядка полутора километров там люди вот все прошли ногами, но пока из-за того, что вот снеговой покров достаточно высокий, пока фрагменты не найдены. Но мы знаем, что будут работать еще и наземные поисковые группы, и поэтому надеемся, что все-таки работа приведет к результатам. Но это не критично о том, что эти части, они лежат какое-то время, то есть не сразу их находят и утилизируют? По большому счету это металлолом, да, вот то же самое, что там в огороде у нас будет лежать какая-то железка. Конечно, хотелось бы, чтобы фрагменты, крупные фрагменты вывозились. Мы не хотим, чтобы наша республика превращалась там, скажем, в свалку какого-то космического мусора, да. Но работа в этом направлении и Центром эксплуатации наземных космических инфраструктур Роскосмоса и правительством республики, она, конечно же, проводится. И максимально все эти фрагменты по итогам прошлого года, они были вывезены. Ну, несмотря на то, что космодром Восточный, было два неудачных запуска, насколько мне известно, ракеты, да, цели они не достигли изначально, то есть, которые планировались, но следующие запуски уже известны. Про какие два неудачных запуска мы сейчас говорим? Вот этот, я так понял, насколько спутник сам не достиг задачи своей? Ну, это немного другой вопрос. Все-таки наша ситуация, сам пуск ракеты, он прошел и в первый, и в второй раз штатной ситуации. В нашем отношении он удачный как раз-таки, то есть первоначальная цель его не была достигнута, да. А вот еще какие-то планируются, получается, пуски? Следующий пуск мы ожидаем 22 декабря. Подготовлен приказ Министерства охраны природы, также будет выезжать группа, которая будет обеспечивать экологическое сопровождение и будет принимать участие в поисковых работах. Ну и такой вопрос еще, который, в принципе, не связан сегодня с этой темой, но в целом с территории Тамторского месторождения. То есть, как вы оцениваете, сейчас у людей волнует состояние окружающей среды вокруг этого месторождения? С того момента, когда еще не был определен лицензиат, но были уже понятны, что будут планы, будет проводиться геологоразведка, Министерство охраны природы с 2014 года проводит экологический мониторинг этой территории. Первые работы были проведены в 2014 году, и с того момента каждый год весной в апреле проводится снеговая съемка, то есть мы оцениваем качество атмосферного воздуха по этим параметрам. В летний период ежегодно в рамках госпрограммы идет финансирование работ по привлечению вертолетной техники. Туда забрасывается группа специалистов, и ежегодно в июле мы проводим комплексную оценку всей территории трех лицензионных участков. И месторождение участок Буранный, участок Южный, участок Северный. На сегодня мы не фиксируем каких-либо значимых изменений по качеству водных объектов. То есть с 2014 года ухудшения качества водных объектов не произошло. Имеются некоторые локальные участки, вот там, где проводится геолого-разведка, что кое-какие изменения есть, но они допустимые, то есть не критичные. Те решения, которые Восток Инженеринг принял по транспортной логистике, то, что вот был брифинг в Министерстве охраны природы на этой неделе, и пути вывоза руды с Тамторского месторождения теперь будут проходить в западном направлении, через Хатанский морской порт. На наш взгляд, это очень удачное решение. Мы будем проводить дальнейший мониторинг и в том числе определять параметры окружающей среды по этой трассе вывоза. А если говорить о других месторождениях, какие там показатели проводились? Если какая-то статистика, сравнительный анализ может быть? Тамторское месторождение, оно богатое месторождение. Это редкие земли. И в этом году, помимо оборудования для определения гептилового топлива и его производных, наш центр также оснащен тоже очень высокотехнологичным комплексом, также фирмы Эджилент, на определение элементного состава. То есть одномоментно в любой пробе воды почвы может быть определено до 70 химических показателей, в том числе редкоземельные элементы. Месторождение интересное на самом деле. И не обе присутствуют, мы знаем. И вообще, как бы такой очень богатый в геохимическом плане, сравнивать его с другими месторождениями сложно. Наша главная задача – это контролировать сейчас, чтобы при разработке месторождения окружающая среда, вот прилегающая территория, не претерпевала значительных изменений. И именно лабораторный контроль, химия, мы знаем, это точная наука, он позволяет эти изменения оперативно, своевременно отслеживать. Ну и если, в принципе, очень коротко, о работе в целом вашего центра. То есть какая работа вообще ведется, помимо того, что мы сейчас уже обсудили? Ежегодно министр охраны природы утверждает план проведения экологического мониторинга. 720 пунктов постоянного наблюдения на территории республики, в которых планово и ежеквартально отбираются пробы природных средств. Вся эта информация анализируется. И если где-то по каким-то параметрам выявляются изменения, то госинспектора охраны природы направляют свои усилия на то, чтобы определить источник, из-за чего эти изменения произошли. Также я бы хотела отметить, что граждане республики могут принимать активное участие в республиканской системе эко-мониторинга, потому что по обращениям граждан и муниципальных образований наш центр на безвозмездной основе проводит исследования воды, почвы, снегового покрова. Для этого необходимо обратиться или в наши лаборатории, их шесть в районах республики, или в инспекции охраны природы. Лен Семеновна, большое спасибо за интересную беседу. Гептил не обнаружен. Самое главное, дорогие телезрители, вы смотрели актуальное интервью. Напоминаю, что сегодня в нашей студии был директор Республиканского информационного аналитического центра экологического мониторинга Министерства охраны природы Республики Сахая, Якутия, Лена Волкова. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий.